Всем привет! Так как у нас появились новые монеты Украины, вы часто задаете вопросы, сколько они стоят и есть ли редкие разновидности. В этом видео вы узнаете, сколько может стоить та или иная монета. Ну что, поехали! Во-первых, те монеты, которые вы получаете на сдачу, это 1, 2, 5 и 10 гривен. Они из разных металлов. То есть у нас единичка и двойки магнитные монеты, пятерки и десятки немагнитные монеты. Ну, они обладают слава магнитным свойством из-за своего покрытия. Так вот, если вы найдете монеты, которые будут отличаться от стандартных, то есть, например, 1, 2 гривны будут не притягиваться магнитом, а 5 и 10 будут притягиваться очень хорошо. И это обычный, нужно взять магнит, не сверхмощный, потому что так вы ничего не поймете. То есть, берем обычный магнит и проверяем. Если у вас монеты сделаны из других металлов, скорее всего, это перепутанный был лист, из которого делались заготовки, и вы серьезно заработали. Такое может быть, но это очень редко и стоит довольно дорого. Второй момент. Более реально, и такие продажи уже были, это монета, у которой изменено соотношение аверса и реверса. То есть, вот вы видите, обычная монета, вот так она выглядит. Но вот так выглядит монета, которая стоит уже хороших денег. Вы видите, перевернутое у нас соотношение на 180 градусов. Это значит, что такая монета уже стоит 2000 гривен. Мы видим, на Виолете были продажи и по 200, и по 2300. То есть, это серьезно приятный бонус к вашим деньгам. Были найдены уже в разных регионах Украины такие монетки и были продажи. Дальше. Мы знаем, что есть пробные монеты 10 гривен. Это те, которые выпускались еще в 2018 году, были на презентации, но они не попали в оборот, потому что еще не была введена монета 10 гривен и 5 гривен. Это 2018 год. Действительно, это пробные монеты. Тираж у них просто мизерный. По обращению в Национальный банк, Национальный банк ответил, что тираж у них по 10 штук каждый. Если вдруг каким-то образом эти монеты могут попасть в оборот, то цена такой монеты определяется реально только торгами и желанием заплатить за такую монетку. На своем основном канале, там, где я разыграю монету, покрытую золотом 2 гривны, перейдите, кстати, напишите комментарий, чтобы поучаствовать, я даю за эту монету 2018 года 5 и 10 гривен, 2800 гривен. Так я бы оценил данную монету. Что еще? Да, существуют непрочеканы. И уже сейчас мне начинают присылать фотографии ваших непрочеканенных монет. Это такие монеты, как 1 гривна, 2, 5, 10. Пятерки уже есть непрочеканных. Друзья, если у вас есть такие монеты, присылайте мне фотографии в Инстаграм. Ссылка будет в описании, я готов купить. Как вы заметили, название канала и проекта поменялось. Здесь будет называться Монетамания. Я буду рассказывать про редкие, дорогие и ценные монеты Украины и не только. Так что напишите в комментариях, про какие монеты вам было бы интересно узнать. Я обязательно расскажу именно об этих монетах. А на основном канале фартовый коллекционер будет не только монеты. Там будут и барахолки, и антиквариат, и фарфор. Так что если вам интересно в целом тема антикварная, переходите на основной канал. Если только исключительно монеты, это будет здесь, на этом канале. И о том, как можно заработать на этих монетах. Ну что, друзья, мы посмотрели основные разновидности браков. Это не про чеканы, это перепутка у нас по металлу заготовки, перевернутая чеканка на 180 градусов. Что может быть? Могут быть какие-то еще наплывы металла, но они стоят не очень дорого. И нужно продавать их лотом минимум от 5 штук, например. Ну что ж, друзья, пишите мне в комментарии, как вам данный ролик, как вам формат в целом канала. Спасибо, что посмотрели, будем с вами на связи. Ссылочку на инстаграм я оставлю в описании. Пишите и присылайте фото ваших монет браков. До скорой встречи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok